Всем привет! С вами Упс! Сегодня я расскажу, как можно весело провести время на уроке. С этими способами каждый день в школе будет наполнен новыми эмоциями. Кстати, мой друг Максим с канала Lifehack Today снял продолжение этого видео. Подробнее в конце. Приятного просмотра! Погнали! Дождитесь момента, когда на уроке будет тишина. И включите в это время на телефоне смешной звук животного. Крюканье свиньи, ржач коня, либо что-то еще. Класс просто умрет от смеха. Если учитель что-то спросит, просто скажите, что вам пришла смска. Договоритесь с одноклассниками пересаживаться с места на место, пока учитель отворачивается. Будет весело посмотреть на реакции учителя. Хороший всплеск адреналина и веселое времяпровождение обеспечены. С помощью конфет Гарри Поттера или прочих аналогов можно хорошо прикольнуться над друзьями. Дело в том, что такие конфеты бывают самых разнообразных вкусов. От вкуса вонючих носков до вкуса соплей. Достаточно просто положить эти конфеты к себе на парту. Как друзья сами налетят на них и все разберут. Ну а дальше их ждет дикое недоумение. Урок пройдет точно весело. Можно сочинить смешной стишок, состоящий из имен и фамилии одноклассников. Написать его на бумажке и пустить по классу. В результате атмосфера на уроке быстро преобразится. Сделайте катапульту, устройте обстрел, возьмите канцелярский зажим, запаситесь патронами и палите ими в своих одноклассников. Это отличный метод развлечения во время скучного урока. Также на уроке можно поиграть с соседом по парте в шахматы, ну или шашки. Пишите в комментариях, что вам нравится больше. Это можно сделать с помощью приложения для телефона под названием Chess Free. Можно играть как с телефоном, так и со своим другом. Ну а если на уроке строгий учитель следит за тем, чтобы никто не сидел в телефоне, то поиграйте в крестики-нолики на бесконечном поле. Эта игра гораздо прикольнее обычных крестиков-ноликов и может продолжаться долго. Игра заканчивается, когда будет выстроено 5 знаков по одной линии, прямой или диагональной. Развлеките всех. Во время скучного урока надуйте шарик, можно сразу несколько, и подбросите их на середину класса прямо во время урока. Уверен, всем эта затея понравится и поднимет настроение. Также можно на шариках написать маркером что-нибудь веселое. Лучшим способом весело провести время на уроке, всегда было и остается, сон. Сядьте на заднюю парту, попросите друга спереди, чтобы он дернул вас, когда учитель будет приближаться. И спите, ни о чем не задумываясь. Посмотрите на экран и попробуйте догадаться сами, о каком способе весело проводить время идет речь. Пишите свои версии в комментариях. Ну а вот 5 случайно выбранных правильных ответов на загадку в конце последнего видео со школьными лайфхаками. И напоследок. Я очень благодарен вам за то, что смотрите мои видео. Поэтому, чтобы сделать вам приятное, я сегодня опять разыграю несколько призов. Победитель сможет выбрать любой приз из тех, которые есть на экране. Если это видео наберет больше 10 тысяч лайков, то победителей будет 5. Все, что надо сделать, это быть подписанным на мой канал, поставить лайк этому видео и написать любой комментарий. И все. Результаты будут через 8 дней вместе с итогами прошлых конкурсов в группе ВКонтакте. И да, мой друг Максим снял продолжение этого видео. Не забудьте его посмотреть. Кликайте на аннотацию или смотрите ссылку в описании. Всем пока!